Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин снова падает на тех новостях, что Камала Харрис и Байден перевели 10 тысяч биткоинов на Coinbase. И цена биткоина упала, потому что они продают битка на сотни миллионов долларов. Поэтому случилось падение. С 62-х опустился на 58 тысяч. Вон там был биткоин, когда пришла новость о переводе 10 тысяч биткоинов на Coinbase. И потом биткоин упал. Но в целом мы видим на биткоине восходящий тренд. Все еще большие торговые объемы. Не такие, конечно, большие, как были несколько дней назад. Посетителей на сайте у меня 48600. Это мой сайт bitcoinprice.live. Индекс страха и жадности. В зоне страха. Сумасшествие. Биткоин стоит 58700. И мы в страхе. Ставка финансирования почти негативная. А вот оно падение. На 62 тысячи поднимался биткоин. Там пришла новость про 10 тысяч биткоинов. И биткоин упал. Чик. С 61800 на 58400. Поэтому опять и снова. Киданул нас новостной фон. То войны, то правительство. Но если вы правительство на херовые биткоины продаете, держите их, накапливайте. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Покажу вам свой торговый аккаунт. На 580 или сколько там тысяч долларов. Вчера там просел баланс из-за этого падения биткоина. Ну и также почитаем ваши комментарии. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла ушла вниз на 3%. Минус 2,3 гугл. Что там еще? Биткоин. 58 825 долларов. Начинаем теханализ недельного таймфрейма. У нас тут три больших паттерна, которые я уже показывал в прошлых видео. Типа огромной чашки с ручкой. Торговые объемы при этом хорошие. Криптогрубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Пока что не перевернулся в продажу. Биткоин-индикатор бот держит сигнал на продажу. Теперь посмотрим на дневном таймфрейме. Здесь стахастик идет вверх, но до перекупленности еще не дошел. Биткоин все еще остается в этом большом паттерне. Это большой такой мегафон. Внутри создается давление-давление, и выходим вверх из этой фигуры. Также биткоин в импульсе, в волнах эллиота. Вчера я давал торговую идею, и эта торговая идея активировалась или не активировалась? Нет, не активировалась. Насколько я понимаю. Может и активировалась. Ну короче, да или нет. Но в любом случае эту торговую идею я бы оставил. Заходим на 57 861. Стоплосс 56 8 4 1. И тейк профит на 105 тысяч долларов. Риск 1000 долларов, заработать можно 47 тысяч. С десятом плечом будете торговать, заработаете 470 тысяч долларов. Цена входа это серая метка, а стоплосс это красная. Биткоин опускался на этот уровень поддержки. Но я думаю, что эта торговая идея в итоге активируется. Потому что здесь двойная вершина на часовом таймфрейме. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На байбе трегистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Другие биржи это BingEx, Binance. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Все эти курсы пройдите, это все полезно. Каждый из этих курсов стоит 333 доллара. Лучший способ использовать свои деньги. Потому что вы научитесь трейдингу. Если вы как-то неправильно торгуете, постоянно теряете деньги. Если вы не уверены в своих трейдах, просто проходите мои курсы, и вы будете торговать как профи. Ну а затем ссылочка номер 3, присоединяйтесь к моему телеграмму. 110 человек онлайн прямо сейчас. Постоянно общаются трейдеры, что-то обсуждают. Тоже кто-то здесь увидел какой-то паттерн. Короче, очень интересный, полезный телеграмм. Рекомендую присоединиться. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт Bybit. 580 500 долларов. Вчера опускался на 577. А нет, это за неделю. Минимум был 577. Поднимался на 598. Очень волатильная неделя. На биткоине. Я на самом деле идеально покупаю биткоин. Я продал биткоин до падения по 66 тысяч, и затем откупил дно на биточке. Вчера эта сделка была в плюсе на 20 тысяч долларов, а сейчас всего 6700. Но я не плачу комиссию финансирования по этой позиции, потому что ставка негативная. Размер этой позиции 316 тысяч долларов. Цена ликвидации у меня стоит в районе 48 800. Профит получаю 6700, но... Вчера было плюс 20 тысяч, но затем биткоин упал. И теперь 6700. Но держится хорошо Юнисвап. Потрясающе. Вот тоже, смотрите, там я продал. Перед падением, в начале месяца, я там всех предупредил. И в итоге Юни провалился с 7 долларов на 4 доллара. Я тоже, конечно, красава откупил дно на Юни. Посмотрите, идеально же. Просто гениальный трейдинг. Но там дальше Юнисвап развернулся и пошел в рост. И смотрите, он не падает. Это интересно, что я держу на этом аккаунте. Юнисвап 12%, USDT 27%, Биткоин 29%, MCRT 13%, Доги 7,9%, Ворлдкоин 4%, Эфириум 3,8%. Ну и теперь давайте почитаем комментарии. Добрый вечер, помоги мне разобраться с трейдингом. Пройдите мои курсы, и вы научитесь торговать с ноткоином. Будьте поаккуратней, потому что развелось много скамеров вокруг этой монеты, и нужно быть внимательнее. Прекрасный рассвет. Спасибо, Джеймс, за то, что ты для нас делаешь. Спрашиваю просто из любопытства, если это не секрет, в какой стране ты находишься? Потому что там очень красиво. И я как раз подумываю о том, куда бы переехать. Переезжайте в Азию. Там красиво. Также я люблю Мексику. Да и вообще разные страны с пляжами. Ставлю лайк за интро на рассвете. Отличный сигнал по Юнисвап. Спасибо. Джеймс, можешь ли ты сделать теханализ с XRP? Джеймс, какие у тебя мысли насчет Соланы? Соланы и Эфириум, это мы сегодня, я думаю, сделаем еще теханализ. Отличная работа, Джеймс. Разгоняй свой аккаунт до 1 миллиона. А давайте подумаем, как поднять мой баланс до 1 миллиона долларов. Когда сегодня тут 580 тысяч. Может помпануть биткоин. В биткоине у меня самая крупная позиция. Юнисвап тоже может вырасти. Вот это все должно вырасти, что у меня на балансе. И тогда у меня будет миллион. Но давайте еще посмотрим на Солану. Хорошее восстановление на Солане. На 109 долларов опускалось. Там будет поддержка. И затем было отличное восстановление. О, смотрите. Массивный симметричный треугольник на Солана. Нет, не симметричный. Это нисходящий. Но теперь это уже что-то вроде летак-проводителя. Херово. Я думаю, что тут нужно что-то другое уже рисовать. Давайте все это уберем уже и сделаем заново. Может быть, сегодня остановимся только на Солана, а эфир уже в другом видосе. Так, первое, что я вижу на Солана, это гигантскую чашку с ручкой. Да я везде ее вижу. Я везде вижу чашки с ручками. Что не открой там чашка с ручкой. Это чашка, ручка. И вверх выходим. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Поэтому можно ожидать, что Солана покажет отличный рост, если начнется реальная бычка. И посмотрите, на прошлой неделе были самые крупные торговые объемы на Солане. И цель этого выхода из чашки с ручкой 312 долларов за Солана. Но если вы хотите подобрать Солану, то заходите на уровни поддержки. А уровень поддержки находится, я бы сказал, вот здесь, на 117. Или, может быть, даже ниже может уйти. Вот тут основная поддержка. 113 долларов. Отличная точка входа. Можно попробовать поймать это движение. С тейк профитом на 312. Это если отработает чашка с ручкой. На биткоине такая же чашка с ручкой. В общем, вот такую сделку можно было бы открыть на Солана. Прекрасно. Теперь давайте полистаем мой твиттер. Не забудьте подписаться. 86400 фолловеров у меня уже. И это был мой пост, посмотрите. В 2018 году. Топ 10 монет по состоянию на год назад. Биткоин 920 долларов. Это было в 2018. И посмотрите на время. 11.11. Круто. Это 6 лет назад было. Уже даже больше 6 лет назад. 6,5. Сумасшествие. Биткоин 920. Эфириум 10 долларов. Подумайте. Биткоин стоит сегодня 58 тысяч. Эфириум стоит в районе трешки. В 30 раз дороже, чем тогда. Биткоин. В 60 раз дороже. Эфириум в 30 раз дороже. Рипл. 60 центов стоит. В 100 раз дороже получается. Нео. 14 центов. Нео теперь около 9 долларов, что ли. Потрясающе, потрясающе. Посмотреть вот так в историю. Это я ответил еще в 2018 году. Еще раз. Биткоин стоил 920 долларов. А теперь 58 тысяч долларов. Считай, 60 раз дороже. Эфириум сегодня 3000 долларов. В 30 раз дороже. XRP. В 100 раз дороже. Кстати, давайте посмотрим на XRP. Потому что кто-то спрашивал. Вышел из этого большого нисходящего треугольника. Внутри давление, давление. Выходим вверх. Пошли на ретест. И отскочили. Если будут хорошие торговые объемы. Если будут объемы. То тогда XRP полетит на расстояние, которое можно измерить по основанию. Получается, что может XRP помпануть на бычьем рынке. Там будет жирнейший рост. И желтые горизонтальные линии. Это уровни сопротивления. Там можно будет фиксировать прибыль. Ну что ж, на этом на сегодня все. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Обязательно присоединяйтесь. Если вы не прошли мои курсы по криптотрейдингу, вы просто торгуете как попало. Поэтому сначала пройдите курсы, а потом уже торгуйте. Все это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования, принимать свои решения. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. На мой взгляд, многие активы в перепроданности. И много чашек с ручками. Я ожидаю шикарного роста на крипторынке, исходя из этих чашек с ручками. На этом все. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok